Привет, дам и господа! Прошло 3,5 месяца с того момента, как я решил хакнуть свои половые гормоны и принимать анаваллические стероиды для того, чтобы увеличить кратно сильно уровень тестостерона. Честно говоря, не планировал снимать это видео, потому что уже было прошлое видео, где я, в принципе, большинство моментов, даже таких слабоощущаемых, отметил. Но слишком много запросов поступило, чтобы продолжать их игнорировать, и стоит признать, что эти 3 месяца были, пожалуй, лучшими за последние лет 5 в моей жизни. Поэтому определенная коронология в этом аспекте не помешает. Более того, я думаю, что этот ролик повлияет на вас, повлияет на людей и поможет им принять правильное решение в тот или иной момент жизни. Тем более, что уже через несколько дней мой тестостерон рухнет со 100 наномоль на литр до самого дна, в лучшем случае 10, да и сейчас, в принципе, уже немного, потому что закончился курс. И я уже не был чувствовать то, что чувствовал, а мозг так устроен, что он очень быстро адаптируется к новым условиям. И я даже заметил, что те условия, которые у меня появились, я к ним очень быстро привык. Я уже, в принципе, привык к тому состоянию, которое у меня есть. Но абсолютно уверен, что через недели 2-3 все поменяется. Поэтому в этом случае действительно важно отмечать изменения, отмечать вот ту картину, которая есть в моменте. Потому что вернуть все взад, притвориться не получится. Ты либо альфа, либо ты омега, грубо говоря. Ну и в прошлом видео я выделил только плюсы, как же минусы, как же негативные стороны вопроса, которые тоже есть, куда же без них, их в этом видео я тоже отмечу. Так что ближайшие 15-20 минут, надеюсь, что этот раз без получасовых роликов, без лирики, я выделю факты, которые произошли в моей жизни. То есть не просто там какие-то начинания, да, какие-то вот что-то, в общем-то, на мой взгляд, происходит, психологически что-то меняется. Именно факты, что произошло, и что важно, личную интерпретацию этих фактов. То есть это прям будет вот как есть, без каких-то выдумок. Ну и выделю негативные моменты. Поехали. Итак, во-первых, что использовал? Нередко вопрос спрашивают. Конечно, для людей не в теме это может быть совершенно непонятно, но те, кто в теме, поймут без лишних слов. Начал я на сустаноне и прямоболане, продолжил на тестостероне и мастероне цепианате, закончил пропианатом их же. На курсе также колол в качестве эксперимента ХГЧ, естественно, снижал пролактин всем известным агонистом дофамина, и, разумеется, контролировал эстрадиол анастрозолом. По моим ощущениям, самый стабильный, самый понятный эфир – это цепианат. Уже через 2 недели использования он дает очень ровный фон, и это и плюс и минус. Плюс в том, что ты вообще никуда не дергаешься, никаких качелей. Минус в том, что начинаешь привыкать. Вот у меня точно в психологическом смысле произошло привыкание, я даже стал забывать, а точно ли у меня были какие-то проблемы. И это, ну, в общем-то, минус для меня. Во всяком случае, в тот момент, потому что я потерял некоторую часть драйва. Самый интересный эфир, ну, пани психологии для меня лично, это пропианат. Да, есть минусы, да, его нужно колоть через день. Да, если совсем прислушаться к организму, то есть ощущение, что все-таки некоторые качели возникают. Но вот на нем я почувствовал психологически себя интереснее всего на подъеме. Даже несмотря на то, что на пропианат я вышел, естественно, в самом конце курса, ощущения были такие, как будто я только-только на курс присел. Это было интересно. А в следующий раз попробую, скорее всего, фенилпропианат. Если получится достать, мне интересно, как он себя проявит. По суставному, в принципе, тоже интересен, потому что ты, как на американских горках, то какой-то эфир включается, то какой-то эфир выключается. Ты, соответственно, то включаешься, то выключаешься. Но нужно понимать, что на анализах тоже происходят вот эти вот качели, а это на здоровье сказывается не лучшим образом. Поэтому препарат, конечно, интересный, применимый, но не без нюансов. Теперь, что получил. Повторюсь, это будут именно факты. Какие-то мои соображения по поводу того, что изменилось, что я стал чувствовать, это все в прошлом видео. Там я досконально, прям в своем стиле все разобрал. Здесь только факты и их интерпретация. И при этом, да, факты самые масштабные и важные. Если последующие моменты, возможно, у кого-то вызвут сомнения, и это нормально, потому что кто-то скажет, правильно ли ты все это интерпретировал, может быть, это и так в твоей жизни было, ты просто не замечал и так далее и тому подобное, то здесь, скорее всего, спорить никто не будет. Потому что если у тебя появляется нормальный гормональный фон, может быть, даже отличный гормональный фон, ты себя чувствуешь отлично, особенно первое время. И если руки, естественно, растут отсюда, а не с нижней части спины, потому что можно и, коля себе, через день большие дозы какого-нибудь пропионата и мастерона, не контролируя, допустим, эстрадиол, не получить ничего. Я такие случаи встречал. Так вот, состояние общее, психологическое, там, ментальное, прекрасное. Я не скажу, что это прям мечта, я не скажу, что если у человека есть какие-то проблемы, то они себя не проявят или как-то исчезнут, нет. Но благодаря тестостерону очень сложно смутить, расстроить, сбить с толку какими-то бытовыми сложностями, какими-то бытовыми проблемами. Несмотря на склонность к рефлексии, постоянному анализу, недовольству собой, есть у меня такая фишка, так как я предъявляю к себе очень высокие глобальные, я бы даже сказал, требования. Самочувствие на курсе, ну, особенно через месяц, было просто замечательное. Очень стабильное, очень качественное. И на фоне этого классного стабильного состояния какие-то моменты грусти, там, что-то такого просто несущественное, незаметное. И такое ощущение сейчас, смотря в прошлое, что вот эти три месяца всегда все было хорошо, каждую минуту. Касаемо физики, я очень быстро понял, что вся эта рекурсия, зал, ресторан, унитаз, мне не интересны. Мне не интересна концепция накачивания мышц для того, чтобы почувствовать себя уверенно и напугать мальчишек во дворе. Более того, я стал по-другому смотреть на качков, они стали мне, ну, не то чтобы смешны, но я понял, что это не то, чего стоит бояться. Потому что, как бы, ну, понятно, что человек уверен в себе, да, но на основании чего? Ладно, к этому еще вернемся. И стал заниматься спортом в удовольствии, это была не только качалка, и по мне, в общем-то, не скажешь, что я сильно накачался. Но силу я чувствую прекрасно. Я чувствую, что я стал сильнее процентов на 30-40. Это проявляется и на объектах, по отношению к которым можно силу приложить. То есть, допустим, рюкзак походный я раньше с трудом носил, там, он весом 20 кг. Сейчас 25 кг даются очень просто по отношению к женщинам. Отшлепать, скрутить, все это стало в удовольствие легко. Кстати, женщины очень любят проявление силы. Безусловно, в этом аспекте прям ощутилось очень сильное изменение. Но в остальном я прям решил относиться к этой сфере попроще. И ГЗТ, ну, как минимум ГЗТ, это точно не для того, чтобы накачать мышцы. Да, люди используют стероиды как правило для того, чтобы накачаться, но не обязательно это делать. Совершенно. Вот это я понял очень отчетливо. И поставил себе задачу просто чувствовать себя сильным и гармонично в своем теле. Что без труда получилось реализовать. Разошла речь за женщин. Да, вторым пунктом выделю именно этот аспект. Это было круто. Один подписчик мне написал вот такое сообщение, когда давал рекомендации по курсу. И, в общем-то, без привлечения так все и произошло. Месяц я привыкал к новому состоянию, осваивался. Потом активно начал знакомиться и получил такой отлик, что приходится признавать ошибку, допущенную в прошлом видео, в моменте про женщин. Уж не знаю, чует ли ты со стороны женщина или нет, но вот этот месяц посреди курса. Первый месяц я вкатывался темой, не интересовался. Полтора месяца состоял в отношениях, которые меня полностью устраивали в отношениях, я не изменяю. Вот этот месяц посреди имел максимальный КПД за все время вообще моего интереса в этой сфере. Я получил максимальный отлик. Я очень, ну, очень для меня, то есть в моем понимании, понятно, что со стороны может не показаться, что так оно и было, но я нравился девушкам. Отмечали мою физическую привлекательность, привлекательность поведения, запах нравился. То есть все это рационализация, но факт в том, что я стал больше нравиться. Это действительно так. И что я для себя лично отмечал, что мне стало очень легко получать то, что я хочу. Если я хотел что-то в сексуальном плане, я просил, мне это давали. Почти со всеми я встречался повторно и прекращал общение исключительно по своей инициативе без исключения. Сейчас я вспомнил, действительно так и было. Не было такого, чтобы какая-то девушка сказала, извини, я больше с тобой не хочу взаимодействовать или там стала игнорить. Из всех каких-то экспериментов, которые я хотел реализовать, наверное, только ЖМЖ. Все никак не выходит по таинственным обстоятельствам и не получилось в этот раз. Хотя много раз уже должен был быть. Ничего, не сдаемся, все будет. Все остальное, пожалуй, попробовал. У меня не было каких-то там глобальных задач. Я, в принципе, уже, пожалуй, все в этой сфере пробовал. Но вот то, что хотел, все удалось реализовать. Причем не за деньги, да, как это обычно бывает. А именно вот по желанию там. Просишь, тебе дают. Однозначно, что изменилось явно. Девушкам, которые со мной имели сексуальные контакты, всем нравилось подчиняться. Раньше, ну, понятно, что 95% девушкам нравится подчиняться, нравится проявление силы. Но вот сейчас я почувствовал самоудовольствие. Мне понравилась силу свою проявлять. И я видел, как девушки от этого просто текут. Один раз я проводил консультацию. Зашел в приложение. Написала какая-то девушка. Я ответил, не заканчивая консультацию. Выходя из номера к ней, заканчивая консультацию, я с ней познакомился. Привел номер через 20 минут секс. Был случай, ходил на уроки в Шибаре. Понравилась девушка. Ну, просто из всех, кто там был, мне она больше всего понравилась. Ушел с урока, написал ей. Она сказала, что ей тоже понравилось, а мы с ней встретились после этого. Для меня такой способ взаимодействия, общения, знакомства не характерен. То есть вот даже до такого доходило. Был знаком с очень симпатичной подписчицей, которая сама тоже первый раз подошла и сама провела инициативу первая. Был даже секс на гольф-площадке. То есть в какой-то момент я себя реально почувствовал ебарим террористом. Использую такое выражение. Если обычно я, как и все самцы, слегка преувеличиваю, в общем-то, ничего из удивительного нет, то тут прям полный фарс, что вы мне показали вот эти сообщения. Я их, естественно, демонстрирую просто для того, чтобы не быть беспруфным, с полным соблюдением конфиденциальности, что для меня важно. И сказали, что будут писать вот очень даже симпатичные, а не дай красивые девушки. Вот в таком формате я просто бы в это не поверил. Так что готовьте, что если у вас будет много свободного времени, а времени свободного нужно очень много. Если вы таким занимаетесь, если вы не будете тупить и проседать по остальным моментам, управляющим ценность в сегменте секс, сексуально-брачного рынка, то этого будет очень много. Если бы я не вляпался в отношения, ну, шучу, на самом деле я сам с удовольствием вошел, потому что в этих отношениях было все замечательно, то я просто как сорвавшийся в пёсу продолжил знакомиться, продолжил бы трахать все, что движется, и было бы просто, были бы десятки девушек. Это был бы абсолютный рекорд за все время моего существования на планете Земля в этом аспекте. КПД был замечательный, отлих был замечательный, и вообще никакого труда не составляло иметь там по 2-3 девушки в неделю. В принципе, то видео про сексуально-брачный рынок давно уже отмечалось подписчиками пророческим. Влияние, улучшение внешности я проверил раньше, влияние гормонов сейчас. Осталось как-то масштабно раскачать коммуникативные навыки и все эти три компонента совместить. Формула однозначно рабочая, если кому-то эта тема интересна, то обратите внимание. И действительно, таких эмоций, такого отношения я раньше по отношению к себе в таких масштабах просто не помню. Причем я не танцевал с бубнами, не делал ничего такого, чтобы можно было сказать, типа, да, вот здесь эта собака зарыта. Лучше стал выглядеть, я не знаю, ну, чуть-чуть набрал килограммчиков, стал, там, не знаю, более спортивно выглядеть, бороду отрастил, пирсинг, может быть, стричься стал лучше. Кстати, взял с собой девушку, которая разбирается в стиле к барбершопу, и попросил порекомендовать, как меня стричь. Оказалось, что я просто не учитываю форму своего черепа. Все просто, то есть, никакого волшебства. Стал, может быть, больше доминировать, увереннее себя вести, но, опять же, доминация, да, я в этом под комби, условно, там, БДСМ и все остальное, мне это очень нравится, но ты себя в этом проявляешь уже непосредственно во время полового контакта, то есть, тоже не сказать, что в этом причина. Короче говоря, действительно, гормональный фон, просто как отдельная составляющая, на мой взгляд, определяет во многом успех в этой сфере, то есть, внешняя привлекательность, гормональный фон и коммуникативные навыки, повторюсь. И да, если вы вот такие сообщения, которые я здесь накидал, не видели по отношению к себе, если вы вот такого отношения женщин по отношению к себе не испытывали, я бы сказал, что вам еще рано вообще, в принципе, рассуждать, вот какие женщины, как с ними нужно себя вести, и вообще, как себя в этой сфере нужно проявлять. То есть, это мнение, которое вот сейчас у меня почему-то зародилось, и я его решил озвучить. Третий факт – это социальный аспект. Я еще в конце скажу, что не получилось, в том числе не получилось стать, допустим, суперкоммуникатором. Тут, да, я это хотел, буду искать другие методы дальше. Но нельзя не отметить, что много было социальщины, и она была мне комфортна больше, чем раньше. По сути, я забыл, что такое социофобия. Да, месяц я там вкатывался, для меня вообще непонятно было, что меняется, что не меняется. Я общался с одними и теми же людьми, потом начал расширять круг общения, находить, стал людей более интересных мне, с которыми у меня больше общих интересов каких-то, с которыми я просто больше на одной волне, с которыми я стал посещать практики различные, там, комбо, холотропы, спортом заниматься, духовные различные направления я стал реализовывать. И вот так вот считаешь, там, вот с тем познакомился, с тем пообщался, вот с этим сдружились, и понимаешь, что уже и на двух руках-то не хватает пальцев, это не считая женщин, да, с которыми, там, другого плана были знакомства. И это круто. То есть я с этими людьми нашел общий язык, смогем что-то дать, они дали мне что-то свое, да, то есть я как-то этот опыт имплементировал, и раньше мне это давалось раз в пять сложнее, наверное. И это круто. Круто, когда есть множество достойных людей в окружении, и самое главное, когда ты можешь сам формировать круг общения. Опять же, не скажу, что даже наполовину желаемого реализовал этот аспект, но все же, повторюсь, там, за два-три месяца не хватит пальцев двух рук, чтобы посчитать всех людей интересных, с которыми мне удалось познакомиться, с которыми я нашел общий язык, что для меня не очень просто, которым я, естественно, благодарен за проведенное время, за компанию, кто-то точно смотрит сейчас из вышеперечисленных. Четвертый факт – это уверенность в себе, причем не вот этого, там, типа, идешь, самец и все остальное, а уверенность в своих мыслях, планах и уверенность в том, что ты делаешь. Если в прошлом видео я пояснял, как это зарождалось, именно в психологическом смысле, сейчас я могу пояснить, как это уже реализовано. То есть, есть какие-то грезовые масштабные планы, которые, ну, ты сидишь и смакуешь, и точно понимаешь, что сейчас ничего не произойдет. Ты просто сидишь и тратишь мне время пустую. То сейчас они меня интересуют в меньшей степени, где-то есть фоново, но по большей части у меня есть планы на день, на неделю, на месяц, может быть, на полгода. Я точно знаю, что вот этого человека я не хочу в своей жизни видеть, этого хочу, возможно, видеть, а я полечусь сюда-то, сделаю вот это-то, реализую вот это. Ну, если у меня, естественно, получится. Если не получится, я проделаю, там, пленные усилия для того, чтобы это получилось, либо сделаю выводы и не стану этим дальше заниматься. То есть, как-то появилось больше осознанности, конструктива, и, естественно, на фоне тех людей, с которыми я там общался, особенно девушки, да, которые говорят, типа, да я вообще не знаю, зачем я живу и не знаю, что будет там через полгода, какая уверенность в себе, то у меня этого нет. И, конечно, люди, которые вот живут как субстанция в лунке, да, вот так вот болтает их туда-сюда, когда они это чувствуют, они прям к тебе тянутся, потому что это привлекательно, когда человек знает, что он делает, и когда он вообще что-то, в принципе, делает для того, чтобы получить то, что он хочет. Это же проявляется и в быту, разумеется. Наверное, самое яркое и такое нестандартное проявление из недавних событий. Едем на байке с девушкой, я начинаю обгонять байк спереди, который внезапно включает такой задатель поворота и через секунду резко поворачивает вправо. Я в процессе, это буквально доли секунды, конечно, здесь еще опыт работы моря, сказался, понимая, что аварии не избежать, и нужно просто снизить урон, в первую очередь для нас. И принимаю решение не сворачивать, а врезаться таким образом, чтобы мы, естественно, минимально пострадали, а там чувак на байке, который затупил, ну уж как будет, так будет. В итоге байк спереди падает, не без урона для того, кто такую ошибку совершил, как самому байку, естественно, так и ему самому. А на нас и на нашем байке даже не царапины. Останавливаюсь, ставлю свой байк, помогаю встать пострадавшим, оттаскиваю его байк, проверяю, все ли у него в порядке со здоровьем, анализирую в этот момент ситуацию, решаю заплатить деньги, то есть я понял, что это самое простое решение ситуации, получилась какая-то незначительная сумма, без нервов, без какого-то дергания, адреналина, всю эту ситуацию порешал, уехал, даже успел консультацию провести. То есть пришел, увидел, победил. Без нервов, без какой-то излишней суеты. И да, возможно, это не совсем касается непосредственно этого факта, но по развитию этой ситуации можно понять, как у меня в голове сейчас все устроено. И я бы сказал, что это значительно проще. То есть я хочу вот это, делаю, не получается, окей, что нужно сделать для того, чтобы получилось, делаю, окей, не получается, анализ ситуации, возможно, отказ от дальнейших действий, возможно, продолжение действий. То есть никакой рефлексии, никаких вот этих вот драм, спектаклей у себя в голове нет. Также актуально отметить простоту поддержания графика, если ты понимаешь, зачем тебе это надо. Зал, практики, питание, там, все остальное и так далее. Ничего не лень, все делается, как оказывается, и не так уж и сложно там, допустим, стать пораньше, если ты знаешь, зачем ты это делаешь. Это прям важный момент, если ты знаешь, зачем ты это делаешь. Как раньше, делать что-то просто так, заставляя себя, уже прям очень сложно. И действительно, то есть это работает так. То есть ты сначала понимаешь, зачем ты это делаешь. Допустим, зачем я мажу анексидилом бороду там уже пять месяцев, потому что я хочу бороду, и мне несложно два раза в неделю ее там мазать, несмотря на то, что там щиплет, и из-за того, что там покраснения какие-то, ну, несложно и все, потому что я знаю, что это надо, я это делаю. А вот, допустим, вставать в шесть утра, ну, там кто-то, может, сказал, что это хорошо, а я вот не понимаю, почему это хорошо и зачем мне это надо. Это, кстати, мне один из подписчиков, которого я консультировал, он мне это подсказал. То есть, да, ложиться в одно и то же время, там, не чаще, не позже часа ночи, просыпаться, допустим, в девять утра, тоже в одно и то же время, да, есть смысл, да, я понимаю, зачем это нужно, я понимаю, что физиологически я себя буду лучше чувствовать. Зачем не просыпаться в семь утра или можно, допустим, проснуться, если можно проснуться в девять часов, я не понимаю. И, соответственно, я не просыпаюсь в семь утра, хотя раньше я себя мог заставлять, там, типа, сбоем, чувствуясь как дерьмо, вот такие моменты, они стали очевидны, то есть, нужно делать то, что позволит тебе получить то, что ты хочешь. Ты должен знать, что ты хочешь, то должна быть причина и следствие. Если причины нет, а есть просто следствие, я там стою в 7 утра, вот это стало делать очень сложно. Там, чтобы было понимание, перейду еще пример, а то сейчас все сконцентрируются на этих 7 утра. Допустим, общаться с какими-то людьми, которые непонятно зачем тебе нужны, да, и непонятно зачем ты с ними общаешься, если, допустим, чувствуешь себя с ним не очень комфортно. Зачем, допустим, ходить на работу, которая тебе вообще не в удовольствии, допустим, если ты можешь заработать деньги другой деятельностью, да, то есть ты не нуждаешься, и для тебя, допустим, важно найти то, чем ты хочешь заниматься и так далее и тому подобное. Если бы я сейчас работал в море, я бы еще 5 раз повторил тот же сценарий, который был. И даже сейчас я жалею о том, что я тоже 27 лет, ну, 26 лет работал, потому что жизнью можно и нужно заниматься тем, что ты хочешь, и нужно знать, что ты хочешь. Это тоже важный момент. И вот на основании этой малозаметной веренности себе, потому что эти моменты мало кто отмечает, и вообще многие скажут, что да, это не веренно себе в принципе, да, потому что люди же воспринимают веренность себе как яркие внешние проявления, то есть там идет самец, крутит тазом, рычит и все остальное. Вот этот момент приходит как следствие, адекватное следствие, когда ты просто забиваешь на мнение других людей, потому что оно тебе не очень-то интересно. Да, ты к нему прислушиваешься, но оно не является для тебя большим авторитетом. И в таком состоянии очень легко, допустим, сделать пирсинг. Я сделал себе пирсинг, потому что я захотел его сделать, и все. И мне в принципе все равно, что подумает там аудитория на там сейчас 35 тысяч человек будет больше, если канал не удалят. Мне все равно, что подумают люди в городе, потому что я хочу это сделать. Если мне не захочется пирсинг носить, я его сниму. Ну и так далее, и тому подобное. То есть ты начинаешь ориентироваться на свое мнение, потому что оно у тебя появляется, ты позволяешь ему проявляться, и все. Дело пошло. Это очень важный момент. Рекомендую прислушаться. Я прям в этом нашел себя. Главное, конечно, вести себя адекватно, а не уходить в крайности. В остальном очень хорошо. Пятый факт. Попробовал и сделал очень много всего. Вот вроде бы такие же два месяца были до, но их даже глупо сравнить по насыщенности с месяцами на курсе. Даже первый месяц такой вкатный, когда я делал по большей части не то, что хотел, да и не понимал, что хотел, и не в той компании был, все равно был очень насыщенный. А далее просто пипец. Я чуть в телеге описал свои похождения, десятки экспериментов с веществами, в принципе, серебро-хакинга, и серфинг, и свечеварение, и потоковое рисование, и шибари, и тантра, и всякие тантрические практики различные, и медитации, и гвоздестояния, и дыхательные практики, помимо холотропа, и сам холотроп, и кинки-пати, и волейбол, и комбо, и трипы, и качалка, и и не массаж, и даже, блин, тренинг по тому, как доставлять сквирт девушке был, чтобы вы понимали масштаб активности. И это не говоря о каких-то поездках чисто для чила, для отдыха, для того, чтобы провести время со своими близкими, для того, чтобы просто отдохнуть. Этого тоже было много. И при всем при этом, я не очень сильно просел в творческом плане. Да, видео я не снимал практически, на это не хватало времени. Но те моменты, которые были важны, да, то есть там, коммуникация с подписчиками, консультации. Мы, между прочим, магазин открыли, об этом вы знаете, и никто не жалуется, все замечательно. Грибной шоп функционирует, то есть, да, бизнес-процесс налажен, тоже никто не жалуется, все хорошо. То есть, те моменты, которые были важны, я в них не просил. То есть, не то, чтобы я там оторвался, да, как бы, и давай там куда-то там в тантру улетать. Нет, все было очень разумно и гармонично. И даже вот момент, о котором я не рассказывал, но он критически важен на самом деле, я ушел от зависимости от своей творческой деятельности почти полностью. Раньше, когда я работал в море, тоже об этом знаете, канал я вообще не воспринимал в качестве источника дохода. Когда решил уделить время творчеству и канал удалили, я рассказывал, что пришлось перераспределить немножко приоритеты. В итоге я для себя открыл совершенно новую сферу инвестиций, не привязанную к стране проживания. И все это уже сейчас дает такие цифры, что если бы у меня канал был для обогащения, можно было бы его спокойно закрывать. Потому что, ну, зачем заниматься то, что не приносит удовольствие? Поскольку мне канал приносит удовольствие, творчеством я получил возможно заниматься для удовольствия, а не под заказ. Тоже важный момент. И все это, а нужно понимать, что я не просто бросаю словами, на ваших глазах я все это сделал, ушел с моря, да, там занимал, начал заниматься инвестициями. Все это стало доступно именно благодаря проактивному, смелому мышлению. Вы можете посмотреть на мои результаты и для себя имплементировать некоторые моменты уже в свое мышление. Я бы единственное рекомендовал, не рекомендовал бросаться какие-то авантюры. То есть, да, здесь нужно ответственно подходить к этому моменту, но если вы все делаете правильно, то можно спокойно, там и в 20 лет есть такие примеры, чувствовать себя прекрасно, просто занимаясь инвестициями, просто принимая смелые и качественные решения. И шестой факт, уже следствие всего пережитого, испытанного, это новое состояние, новое отношение к себе. Банально новые синаптические связи и пути в мозге, благодаря которым я даже подзабыл многие проблемы, которые были ранее. Ну вот так мозг работает, что очень быстро забываешь состояние. Хорошо, что можно посмотреть, допустим, прошлое видео и вспомнить, как я мыслил и вел себя тогда. Это, в принципе, хорошо. Сейчас я чувствую себя на порядок, лучше во всех смыслах. Да, проблемы есть, но их намного меньше, намного меньше они беспокоят, как минимум. И самое главное, я более-менее представляю, что со всеми этими проблемами можно сделать, как их можно решить. Вот на этом из масштабных, глобальных, положительных фактов, все. Ограничусь этим. Если нужны какие-то дебри, смотрите прошлое видео. Здесь я хочу именно быть конкретным. Все это стало доступно в том числе благодаря тестострону. Прям вот выделяет момент. Не благодаря, а в том числе. В том числе благодаря хорошему гранальному фону. Все это сделал я. То есть это не просто какое-то волшебство, это не стимуляторный форсаж, который вот сейчас ты можешь, а как только перестал опереть, уже как-то и не можешь. Тестострон у меня сейчас не действует, но весь опыт, который был, он остался со мной. Обобщая все, что я сказал, общая все факты, можно сказать, что жизнь в разы стала насыщеннее, интереснее и ярче. Теперь об обещанных минусах. Они тоже есть. Первое это притупление творческого мышления. Притупление творчества в принципе. Я уже сквозь этот момент в прошлом видео отмечал. Спустя три месяца это прям очень четко выразилось, хотя казалось бы, да, странно, почему так. Но вот тест тебя делает более конкретным и все вот эти вот там не спать, обдумывать какую-то проблему, пострадать у набережной или, не знаю, для примера, побыть в состоянии неопределенности. Все это как-то стало, а зачем? Зачем этим заниматься? Хочешь денег, бери, зарабатывай. Хочешь девушек, побольше секса, ну, бери, знакомься, повышай свою ценность, если не получается просто так. Совершай попытки. Хочешь там все, что угодно, ну, просто бери, делай. Есть точка А, есть точка Б. Вот причина-следствие. И когда садишься писать сценарий, ну, я все-таки творческий человек, то очень часто себя вовремя на мысли, что вот эти вот вихреватости какие-то стало очень сложно выписывать, реализовать, потому что, ну, вот если бы я писал сценарий так, как я хочу сейчас в этом состоянии, то это было бы так. Ну, поколол три месяца от эсострон, получил один, два, три, четыре, пять. Все. Спасибо за внимание, пока. То есть примерно вот так. Площица стало меньше. Я думаю, что это можно изменять, да, адаптировать, тем более, что сейчас у меня будет больше пролоктина и страдиола. Я смогу все-таки как-то этим состоянием воспользоваться. Но да, это не только я отмечал и отмечаю. Такой момент имеется. Второй негативный момент, как бы не хотелось его признавать, но да, становишься более эгоистичным и агрессивным. Я видел и удачные примеры, когда на этом фоне у человека появлялось здоровое отношение к себе, здоровая самооценка. И да, человек адекватно высказывал какие-то фи в отношении других людей, да, требовал к себе у кого-то отношения иного, высказывал какие-то замечания, которые позволяли другим людям по-другому, соответственно, к этому человеку относиться. Это вот нормальная здоровая картина, когда человек стал более эгоистичным, но в хорошем смысле. Когда его жизнь изменилась, при этом он не стал каким-то дурочком. Ну, были неудачные примеры. Очень часто мужчины, которые изначально были уверены себе, ведут себя мерзко, чрезмерно агрессивно, иногда неадекватно. У меня лично был случай в личном общении. Человек повел себя, я считаю, как женщина, то есть эстрадиолова, не сумев адекватно отреагировать на шутку, там, неважно, удачную, неудачную, там, уйдя в какие-то свои личные переживания, на серьезных щах, там, никак не способный нормально отреагировать, хотя пару дней назад выражал, там, чуть ли не радость тому, что, вот, совместные планы ей, что сошлись, там, за бокалом легкого алкоголя. И все это заставило меня просто-таки посмотреть на свое поведение более критично и еще раз дало четкое понимание, что фраза «если человек идиот», то тестостерон сделает его еще большим идиотом, может быть, еще и буйным идиотом, очень актуально. И таких людей, конечно, порядочно исключать из крови общения, потому что, ну, а кто дает гарантию, что у такого персонажа в голове не возникнет какая-нибудь идиотская затея, мысль или обида, которая повлияет, в том числе, и на вашу жизнь? Тест прибавит этому огонька, скажем так. Хуже всего, конечно, если с таким человеком вас что-то связывает. Деловые отношения или еще хуже личностные. Например, планируете вместе бизнес, семью, развиваетесь, оп, что-то у такого персонажа в голове перещелкнуло, и все. Поэтому критически важно такие черты и без теста выделять. Но, повторюсь, на тесте это в разы заметнее, хотя людям может, конечно, казаться, что они важные, полноценные, уверенные в себе и все остальное. Ну, а хуже всего из всего возможного, если ты такой персонаж и есть. Поэтому я вас прошу, если вы будете повышать тестостерон, наблюдайте за вашим поведением. Не будьте бабуином, не будьте идиотом. Я, как мне кажется, по большей части все эти проблемы избежал. Почему? Потому что я, в принципе, изначально не очень эгоистичен. Ну, то есть я эгоистичен, но уже с самого детства научился с этим справляться, скажем так. А по поводу агрессии, ну, я никогда не воспринимал конфликт между мужчиной и другим мужчиной как способ выявить, кто круче, кто сильнее. Так получилось с самого юношества, что я расцениваю агрессию по отношению к себе, как опасность в своей жизни. И, соответственно, реагирую на это мобилизацией всех ресурсов организма для того, чтобы свою жизнь защитить. То есть бабуиниться для того, чтобы выяснить, кто примативнее, я не умею. И, возможно, поэтому у меня каких-то серьезных конфликтных ситуаций, требующих физического проявления, выяснения, кто сильнее. У меня в жизни было мало, потому что, ну, как-то люди замечали, что с этим парнем лучше там не шутить, потому что он и себя угробит, и, может быть, и меня угробит. Вот. И, как бы, да, я даже немножко боюсь этой истории, потому что я не умею как-то здесь вот золотую середину найти, я ухожу в крайность. Если, допустим, драться, то драться до прям последнего. Ну, не знаю, адекватно это или неадекватно, может быть, это какое-то идиотское поведение, но так получилось, оно меня, в принципе, устраивает, и именно поэтому я на состроне агрессию не проявлял, потому что у меня эта эмоция ассоциируется немножко с другими задачами. Но сама суть вопроса такова, что даже у адекватных людей эти негативные черты проявляются, не говоря уже о идиотах. И, думаю, я тоже в некоторых моментах был неуместен, неприятен. Спору нет, но старался таковым не быть. Вот, кстати, небольшой плюс теста еще, не требующий отдельного пункта. Если что-то не нравится, то ты не терпишь, а адекватно говоришь. Конечно, этому тоже нужно учиться, к этому нужно прийти. И адекватные люди, естественно, все понимают. Просто говоришь, пожалуйста, так меня не называй, пожалуйста, так больше не шути, пожалуйста, так больше не делай, и так далее, и тому подобное. Если человек не понимает, продолжает это делать, даже не обязательно его бить, на самом деле, можно просто его исключить. Почему? Потому что он идиот. А зачем вам в жизни идиоты? Вот такой прекрасный способ отсепарировать идиотов, да, и убрать их из жизни. Отлично. В итоге вокруг только адекватные люди. Все просто, если не усложнять. В общем-то, как всегда. Третий минус. Он понятен, адекватен, и я его тоже немножко ощутил. Если сидишь на курсе нон-стоп, то приходится контролировать чаще и дотошнее свои показатели. Если, соответственно, слазишь, то требуется время для восстановления своей дуги. От этого никак не убежишь. Можно там использовать мосты, можно использовать пониженные дозировки, но все равно, если на этот путь становишься, к своему здоровью приходится относиться более внимательно. Четвертый минус – это стерильность. Для кого минус, для кого плюс? Для меня плюс, потому что я не хочу детей и использовал это качество в своих похотливых целях, понятно как. Но если вы хотите детей, совместить это с приемом анаболических стероидов сложно. Даже если вы сумеете забеременеть, качество спермы не очень, есть вероятность последствий. Но, с другой стороны, можно перед курсом заморозить сперму, все эти способы известны, но просто необходимо учитывать. Пятый минус – не везде продают анаболические стероиды, особенно без рецепта. Соответственно, необходимость получения рецепта, хотя, как показывает практика, андеграунд история в этом направлении очень развита. Шестой минус – необходимость колоть себя иглой. То есть, шприц, игла – все это многим людям не нравится. Мне, конечно, со своим опытом давно уже все равно. То есть, я вообще, как бы, даже через день могу колоть, даже каждый день могу колоть. Ничего страшного для меня в этом нет. Но, зная многих людей, которым это просто банально неприятно. Седьмой минус – тоже я уже упоминал ранее. Начинаешь более ярко, выраженно потеть. Я не скажу, что я там прям постоянно был потный, но я точно скажу, что мой запах стал более отчетливым. Мне повезло. Мой запах даже нравился девушкам, допустим. Я не верю, что мужчинам нравился, допустим, в качалке, но девушкам нравился. И у меня не было какого-то яркого потоотделения. Но я видел людей, которые начинали страшно вонять, и при этом потоотделение у них было просто от того, что они там поднялись 10 ступенек. То есть, да, может быть неприятно. Восьмой минус. Он, кстати, мог бы и первое место занять в топе. Ну, так я сегодня решил сумбурно там важные моменты на восьмое место поставить. В общем, это игла. Ты садишься на иглу, чувствуешь, можно еще драйва, можно еще уверенности, можно еще больше мощи. Соответственно, можно, допустим, увеличить дозировку. И, естественно, возникает такое желание. Не все люди могут подходить к вопросу рационально, не все люди могут себя контролировать банально. И, разумеется, все это вызывает банальную, простую и всем известную зависимость. В данном случае от иглы. Не сделал инъекцию, нет и чрезмерной уверенности в себе. Поэтому образ жизни многих качков не просто людей, которые используют стероиды, анаболики, с медицинскими показаниями и для того, чтобы улучшить качество жизни. А качков, которые хотят просто накачать мышцы, зачастую очень жалок и примитивен. Жалок – это прямо то слово, которое не преувеличение. Потому что ты используешь анаболики для того, чтобы накачаться, потом ты их используешь для того, чтобы поддерживать свою форму. Все это дает тебе ощущение уверенности в себе, мынимое на самом деле. И ты просто банально попадаешь в эту рекурсию, когда ты вынужден колодц для того, чтобы быть уверенным в себе, а уверенным в себе – это потому, что ты колешься. Да, крутым, в чистых глазах человек становится, но он вынужден жрать как не в себя и скалывает себе зад повышенными дозировками анаболиков. И получается, идет вот такая машина, пугающая девочек, детей, пожилых людей, испытывающая невероятно высокое мнение о себе на основании этих же мнений, этих девочек, дедушек и всего остального. А по факту, что вижу я? Человек, который сам через это все прошел, который видит не просто следствие, а понимает, как это все работает. Идет, немогущий согнуться, разогнуться из-за рук, как у бабуина, молодой человек, которому на самом-то деле можно спокойно надавать подзатыльников и ничего за это не получить взамен. Потому что вся эта гора мышц, она пугает только как раз таких впечатлительных. Который поедает продукты за троих, тем самым пугая как раз таки по-настоящему свой унитаз, так точно. Уверенность, самомнение и физическая форма как раз таки оплот того самого самомнения, которого базируется банально на анаболиках. По мне, честно говоря, такое себе. Я прозаичность всего этого осознал на личном примере, когда был вынужден 7 дней практически поголодать и все, что я в качалке накачал, у меня все просто и сошло. И можно себе представить историю, когда человек 10 лет занимался и, допустим, из-за каких-то обстоятельств был вынужден месяц очень легко питаться и не заниматься. Половина вот этого всего просто уйдет. И стоит ли это таких усилий? Не знаю. Я понял, что я таким точно заниматься не буду и, как минимум, весь этот ресурс можно использовать, как я уже говорил, более перспективно. Я, допустим, да хотя бы даже серфингом позаниматься, которым, кстати, тоже легче даются результаты, когда ты себя нормально чувствуешь из гормонов. А если сравнивать качалку и там все остальное, то, на мой взгляд, боевые искусства здесь более перспективные. Я в ближайшее время ими как раз таки и займусь. Девятый минус – это акне. Демонстрировать, пугать вас не буду, но, да, чуть-чуть появились на спине, на груди. Не то чтобы что-то страшное, но просто больше появляется, безусловно. И десятый минус – это возможность выпадения волос. Если у вас генетика так распорядилась, что волосы у вас будут выпадать, вы будете лысым, то при обычных условиях, допустим, вы могли облысить в 40 лет, на анаболиках можно и 25, уже без волос остаться. У меня лично проблема проявилась с первой недели. На курсе в дальнейшем, там через месяц волосы перестали выпадать. Я, конечно, очень этому рад, честно скажу. Были, конечно, и разрушенные планы, не получилось стать суперкоммуникатором, не получилось стать очень раскованным. Ну, собственно говоря, тестостерон – это не мана небесная, и это не волшебство однозначно. То есть, да, это помогает во всех сферах развиваться, но если ты что-то делаешь, если ты ничего не делаешь, сидишь на диване, то ничего не произойдет. Даже не знаю, честно говоря, что по этой теме в этих двух видео я не отметил. Рекомендую их внимательно послушать, потому что я в них много чего закладывал в сценарии. Я вот не просто так сижу и говорю так много, поэтому, если у вас эта тема интересна, рекомендую ознакомиться. По-моему, эти видео очень подробные и полноценные. Рекомендую ли я всем этим заниматься? Вообще, без советов и рекомендаций, особенно на широкую публику. Каждый решает сам. Я лишь могу настоятельно рекомендовать сдать анализы. Персональные корзины свои я уже давно собрал. Всю информацию по анализам и контролю своих показателей можно найти в описании. На основании анализов уже можно думать, оценивать, причем самостоятельно, если у вас проблемы с гормонами, если у вас необходимость эти проблемы решать. И еще могу точно сказать, что половые гормоны определяют очень многое. Я это знаю не понаслышке и не просто там где-то прочитал, а на своей шкуре все это прошел и опробовал. Что будет дальше? Что будет после этих трех с половиной месяцев? Будет ПКТ, сейчас я уже начал его, будет восстановление, будет решение, что делать дальше? Пока еще не знаю. Могу точно сказать, что в какой-то момент я стабилизировался по своему психологическому, физическому состоянию и даже забыл, что я нахожусь на курсе. Это не очень хорошо, мне это не понравилось. Второй месяц, вот как раз-таки самый яркий, в котором было больше всего драйва, он как раз-таки был обеспечен тем, что это были новые для меня ощущения, я был очень замотивирован, я многое что делал. Третий месяц я как-то подуспокоился. Поэтому возможно будут мосты, возможно будут курсы, может быть ничего не будет. Посмотрим. Об этом я, если захотите, сниму видео. Говоря о необходимостях, медицинских вопросах этих, я ориентируюсь на себя, мне достаточно знаний и опыта, чтобы такой анализ проводить. Я считаю, что у меня все-таки, может быть, не столь явно, но необходимость в ГЗТ есть. Потому что высокий ГСПГ, не очень высокий тестостерон, и я себя чувствую при адекватном уровне гормонов значительно лучше. Уж в этих вопросах я буду ориентироваться на себя, а не на какие-то там нормы 8 наномоль на литр и все остальное. На этом, в общем-то, все. Надеюсь, что вам понравилось видео. Я много в него постарался вложить эмоций. Не забывайте то, что сейчас у нас функционирует несколько проектов. Это наотропный шоп. Это телеграмм шоп. Это два разных проекта. В одном можно приобрести грибы, в другом наотропы. Не забывайте подписываться на бусте. Там нас уже более тысячи, поэтому статьи я пишу чаще. Разверните интереснее и планирую это делать. Своих спонсоров я уважаю. И также напомню, что иногда я провожу консультации. Если вам это на плене интересно, можете обращаться. Сейчас у меня появилось больше времени. Это то, чем я занимаюсь в концепции своего блога. Сейчас у меня появилось больше времени, поэтому я буду больше снимать, писать, консультировать и так далее, общаться с вами. Если вас это интересует, можете почитать об этом подробнее в описании. На этом у меня все. Надеюсь, вам было не скучно. До новых встреч. Пока.